И снова здравствуйте, всем привет! И так коснулся вопроса именно собак и понял, что у меня нет именно челюсти, чтобы вставлять в персонажей. Именно для собак, для животных, волков там. Они идентичны, кстати. Ну давайте рассмотрим, как всё это дело сделать. Значит так. Давайте примитив возьмём, так, чтобы взять. Ну давайте цилиндр. Вот этот. Edit, мы Polymesh сделаем активным. Shift, левая кнопка мыши выровним. Теперь Move, значит всё это дело сплюснем. Перевернём вот таким вот образом. И растянем. Вот так вот. Так. Ctrl, Shift. Левая кнопка мыши. Требрект. Резку отслабачим где-то вот тут. Это будет заготовка, значит для челюсти. Делаем всему этому делу. Геометрия Dynamesh. Всё, 43 тысячи полигонов. Всё нормально. Подключаем текстуры. Импорт. Рабочий стол какой-нибудь референс. Так, наверное... Ну давайте вот этот. Это уже кто-то делал 3Dху или нет? Наверное я её не буду подключать. Чтобы не спровоцировать, так сказать, локдаун или как там называют. Так, ещё что. Текстура собака. Уменьшаем. Подставляем Z. Отключаем видимость костей. И начнём с нижней челюсти. Выбираем кисточку MOV. Так, MOV-эластик не надо. Давайте MOV Topology. Кисть побольше. X английская. Так, и надо уменьшить, значит, модель. Почему? Потому что слишком большая. Вот так будет нормально. Alt, левая кнопка мыши приближаем. Fluor можно отключить. И кисточку теперь можно сделать поменьше. Так, здесь у нас выходит вот такая штука. Даже можно немножко, наверное, её вот так сплюснуть. Кисть побольше. Ну пока примитивно так сделаем. Так, это будет нижняя заготовка. Делаем ей, значит, дубликат. Так, мотаем. Делаем дубликат. И, значит, вот это будет верхняя. Мы её поднимем повыше вот сюда. Чтобы делать нормально. Потом можно было приближать. Ну и погнали. Значит, верхняя челюсть. Здесь у неё получается расхождение вот сюда. Вот так вот. Здесь чуть-чуть попрямее. Так, шифтом всё это дело выглаживаем. Нижнюю пока отключим. И поработаем вот с этой верхней частью. Шифт Z отключим. Так, запоминаем. Волнистость идёт, да? Давайте её сразу сделаем волнистой. Так, это вот сюда. Угу. Ну, здесь нос не обязательно, потому что потом в модель может всё это дело не встать. А вот эту часть нижнюю вот так под углом вытянуть надо. Кисточка клей билдап. Браш на автомаскинг. Бак фейс маск. И на двоечку. Кисть поменьше. И погнали через альт. Или можно за тут это включить и альт не удерживает. Так, что у нас тут как рисует. Угу. Всё нормально. И вот это всё моделируем нёба. Где-то прокидываем. Так, я, наверное, буду через альт работать. И через шифт. Угу. Это значит нёба. Здесь чуть-чуть, значит, докидываем массы. Так, тут можно через альт немножко вверху попроходить. Так, здесь чуть побольше поднакидать. Шифтом выглаживаем. Потом всё это дело выровняем, не проблема. Так, ну и, по-моему, нужно поглубже всё это дело. Вот так вот через альт левая кнопка мыши. Так, оставляем вот эти дёсны. Можно их немножко даже попрокидать. Так. Здесь чуть-чуть, значит, скатка идёт. Переход. И ещё раз углубляем. Угу. Нормально. Так. Так, 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 так. Шифт-зет. Здесь делаем через альт пазух. Вот тут. А здесь накид. Так, ещё побольше. И контрол. Левая кнопка мыши сделаем дайна-меш. Контрол-д. Контрол-д повысим. Ну и вот так вот уже будет симпатично. Можно даже нос здесь побольше добавить. Вот эту часть. Ну, чтоб вроде собаку напоминало. Свифт-зет. Здесь переход. Ну, так досконально не надо, наверное. Ну, можно всё-таки... Так. Давайте повторим вот эту штуку. Если что-то можно будет обрезать. Так. Аккуратненько штрихуем, накидываем. Так, так, так. Шифтом выглаживаем. И делаем такую, как бы, штуку. Это apply. Append, пардон. Append. Выбираем. Так, чтобы выбрать. Ну, давайте сферу. Значит так. Frame. Сферу уменьшаем. И будем работать вот с этой частью. С левой. Уменьшаем. Вытягиваем. Так. А теперь Move Topology. И будем всё это дело моделировать. Как бы, вот так вот. Шифтом. Так. 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 В геометрии Dynamesh. Вроде получается. И подзагнём его. Шифтом ещё. Подкорректируем. Вот эти части чуть-чуть можно вытянуть. Вот так вот. Поднимаем, выводим на вот эту часть. И ещё немножко уменьшаем. Во. Всё нормально. Подкорректируем. Подтянем. Ну вот эту сапатку я не буду делать. Отсюда зубы сейчас пущу. Так. Теперь. Сделаем просто дубликат. Подгоним вот сюда. Поставим вот таким вот образом. Немножко вывернем. Подтянем наперёд. Угу. И уменьшим. Это ещё один клыть будет. Угу. Только он чуть-чуть поменьше выходит. Да. Ну ещё один делаем дубликат. Это уже будет у нас основной зуб. Так. Вот так его немножко вбок. И чуть-чуть кверху. Или лучше книзу. Выбираем более такую прямую форму. Чуть-чуть перекрутку даём. Так. Опять же немножко скаивал. Здесь должно быть 6 зубов. Так. Поближе. Ctrl-Shift. Отсобачиваем. И немножко. Shift-ом выглаживаем. Где-то можно мофта положить. Наверное. Вот. Чуть-чуть ей форму придать. Как бы вот такую. Так. И чуть-чуть туповатую. Так. Это значит ещё. Ctrl-левая кнопка мыши. Близко можно не ставить. Угу. 3. Ну и тут должно получиться 3. Значит, что делаем через Alt-у? Выбираем челюсть. И немножко её вытягиваем. Так. Ctrl-левая кнопка мыши. Проверяем компоновку зубов через симметрию. Мофта подиум мира. Энтвелл. Угу. Это не есть хорошо. Чуть-чуть надо оттянуть. Так. Клык тоже оттянуть. Этот тоже оттянуть. И вот эти зубы тоже поближе к этим. Так. Где-то вот так. Ну вот. Шесть зубов получилось. Сейчас мофт поплоджи. Всё это дело подтянем, подкорректируем. Так. Где-то эти чуть вот слиплись. Ну ничего, не проблема. Прорежем потом. Так. Эти зубы опускаем. Так. Эти остаются побольше. Так. Через Alt выбираем вот эту часть. И чуть-чуть вниз. Здесь сейчас будем дёсны лепить. Так. Эта компоновка есть. Вот этот клык. Значит, мофта положить чуть поближе к десне. X, F, Z смотрим так. Мелкий, потом пирамидальный и так. Ещё один пирамидальный, потом большой. Всё понятно. Так. Выберем клык. Сделаем ему ещё раз дубликат. Этот дубликат уводим сюда. Это будет у нас зуб маленький. Угу. Нормально. Чуть-чуть его сейчас... Оп. Всё. Есть. Теперь делаем ещё дубликат один. Оттягиваем чуть подальше. Сделаем контрол. Вытаскиваем ещё один зуб. И вытаскиваем контрол. Ещё один зуб. Объединяем. Получается вот такая штукенция. Так. Он чуть-чуть побольше, поменьше. И выводим в бок. Сюда вот так. Ну вот. Заготовка есть. Чуть перекручиваем. Теперь делаем вот этому зубу ещё один дубликат. Этот чуть-чуть побольше. и повыше вот так. Так. Теперь такой же зуб только с выядрёжем. И потом идут раз, два, три. Три туповатых. Тут три таких. Один большой. Ну, в принципе, тут уже на нижней челюсти всё это дело не проблема. Так. Это значит... Можно контрол зажать, сделать дубликат. Делаем зуб этот побольше. Где-то тут его подставляем. Уводим на челюсть, чтобы торчал. Их, шиф, зет. Значит, раз, два, три. Три мелких. Это мелкие. Будем копировать через контрол. Вот этот зуб ещё делаем дубликат. Подводим вот сюда. Делаем ему расширение, перекрутку, уменьшение. Вот так. Подставляем сюда, перекручиваем. Контрол ещё раз сюда. Ну, так. Один будет двойной какой-нибудь. Надуем ещё эти зубы. И немножко их перекрутим. Делаем контрол-д. Через альт добавляем дивайдов. Так, что тут не так. Контрол-д. Сделаем дайномеш. Значит, не проблема. Поднимем полигонаж. Опа. Контрол-д. Один сделал, со второй нет. Значит, дайномеш. Контрол-д. Ещё больше резолюцию. Нормально. Выглаживаем. Так, мофта полот же вот эту часть выводим из десны. Зубы чуть-чуть можно округлить, наверное. Ну, так как-то. Так, теперь мы это клей-билдап и будем челюсть пролепливать. Ши-зет. Здесь выходит централка. Перезайт. так теперь тут кисточку поменьше и через альт делаем вот эти пазухи а здесь как бы нарост вот эти дисны у у у у у так вот эту часть резаль чуть почищаем вот эту и вот эту тоже так тут на двойку делаем такие вот вмятины типа от каждого зуба идет такая вот как это называют назовем преамбула какая-нибудь так тут выглаживаем вот через alt приподнимем зубы и чуть-чуть их вытянем вот так можно даже немножко на перекрутить не хочу я делать их вплотную пусть будет не 4 как там а три зуба теперь через alt выбираем вот эту тукенцию и значит здесь вверх прибавляем тут через alt чуть-чуть уминаем делаем такую неровность как через z как здесь значит ага так а тут а тут через так форме достал через alt выбираем вот такую штуку делаем зубы чуть-чуть как бы стучен и ну и тут через alt значит что эти должны зубы быть вот здесь аж выпирать вот так значит я чуть-чуть обшипся нужно здесь делать пазухи так вот здесь вот накидываем побольше объемом и с помощью нофт эластик можно вот вот такая штука значит так здесь вдавку здесь тоже вдавливаем так здесь вот на эту штуку делаем переход на зуб шишка вмятина и вмятина здесь тоже вмятина ну и ну и Продолжение следует... Так, что-то в таком духе и значит тут еще немножко приподнять, тут увести, шифтом где-то выгладить. Ну, в принципе, зубы напоминает. Так, ну а эти вот можно, в принципе, и не трогать. Ctrl-D, Ctrl-D. Ну, где-то... Так, через Alt поменьше кисточку. Вот такую вот штуку мять, чтобы они не круглые были. Так, здесь тоже минаем. Вот эту часть, чтобы от зубов отделить. Можно даже шифтом поработать. Так, здесь чуть-чуть потолще, наверное, накидываем. Ну, пойдет. Не good, но доработаем. Будет нормально смотреться. Выглаживаем так, чтобы острый был. Ну и этот тоже. О, вот так будет уже получше. Ну и зеркалим все. Значит, Mirror and Well. Через Alt, левая кнопка мыши. Mirror and Well. И тут же такая же штука. Так, ну вот уже получились зубы. Когда это все покрасится, я думаю, будет нормально выглядеть. Так. Здесь теперь небо делается. Небо, по-моему, вот отсюда пойдем делать. Так. 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 Так, а здесь через альт вот такой переход. Так, а здесь через альт оформляем нашу десну. Так, а здесь через альт оформляем нашу десну. Так, а здесь через альт. А здесь через альт. Добавляем на зубы вверх переходы вот эти и где-то альтом, возможно, делаем сплюснутый. Так, с помощью мофта полот же вот эту часть нужно немножко подтянуть. Так, теперь полоску проводим. Ctrl и и давайте сделаем Skyl и приподнимем чуть-чуть вверх, можно даже побольше. Так, разделяем зуб. Ну вот. Теперь зубы немножко еще подкорректируем. Зубы немножко подкорректируем. И немножко затупим. Так. Так. Вот этот зуб тоже немножко срезку. Вот таким вот образом. Ну вот. Что-то этакое. Так. Теперь. N панель включаем нижнюю вот эту часть. Так. Давайте подгоним к верху. С помощью мофта полот же нужно попасть по зубам. О. Это будет где-то вот такая штука. О. Так. Она идет чуть-чуть даже полукруглая. Значит что. Давайте чуть-чуть ее вот так ломнем и выгладим побольше. Угу. В принципе у нас зубы попадают те же самые. За исключением возможно впереди еще дополнительных двух клыков. Так. Два клыка. Ну зубы можно вот эти перевернуть. Или просто сделать одну челюсть вот эту и потом зеркалить ее. Ну убирая вот эти два зуба. И чуть-чуть конечно сплюснуть надо будет. Так. Так. Попробуем вот это все делаем. Так. Угу. Сохранить надо этот файл. Есть файл save as. Угу. херсть. Херсть. Собаки. Ну теперь все зубы объединим. Это Merchdown. Это Merchdown. Это Merchdown. И вот так. Сделаем так. Так. Сделаем. Так. Так. Угу. ctrl и зеркалем и чуть зубы какие-нибудь присаживаем так делаем геометрии мира and well нормально теперь выбираем нашу нижнюю через а вот эти значит отключаем так и порисуем кисточкой клей build up через alt по симметрии и 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 милли чек так кунтал аган кунтал Зет маловато значит детализации диво идет приправляем dino mesh все их это выглаживаем здесь сейчас у нас будет именно язык А вот здесь, ну вот здесь нужно еще через Alt поработать, так, так, примятины здесь, значит, наросты, зубы, чтобы были видны. И вот здесь вот такая штука идет, вот сюда, а здесь площадка. Так, вот эти зубы нам не понадобятся, так, Ctrl-Shift, вот так. Ну, в принципе, можно их вот так замаскировать, Ctrl, Ctrl, W, нажать на другие, так, наверное, на них, вот, два раза, и сделать модифит Аполлджи Делхидин вскрытие. Так, выбираем эти зубы через Shift левая кнопка мыши, усаживаем их в цельность, Ctrl-Shift. Так, Shift-Z, смотрим, дальних зубов вот этих тоже нет, это получается один здесь цельный должен быть. Не проблема. Мофт, эластик, тягиваем, выдавливаем. Так, Shift-Z. И получается, что вот эти должны, зубы еще тут быть, Ctrl-W, или лучше их замаскировать и через Ctrl-Mof, так, Ctrl-Z. Ctrl-I, и через Ctrl-I, перетерем, значит, вниз, вот так. Теперь вот эти выбираем Ctrl-I, опускаем их чуть-чуть сюда пониже. Уводим их в бок. Перекручиваем. Снимаем маску, маскируем вот этот зуб, это будет у нас так, породите, Ctrl-Z. Ctrl-I, если не зацепил ничего, не, нормально, то это будет еще один вот такой зуб, третий, только поменьше еще. Делаем немножко перекрутку и подгонку. Mirror-And-Well, теперь выбираем через Alt-Челюсть и давайте кисточкой Clay Build Up немножко тут... Так, тут вдаем, тут массы понакидаем, тут на десну вот эти вот как бы наросты. Ну, а этот зуб можно просто через Alt вдавить или просто через Shift сгладить его. Он потом срастется, вот так, или просто Ctrl-W, нажимаем на этот зуб еще раз и делаем hidden. Так, этим зубом делаем Ctrl-W, Ctrl-W, да, так сейчас, да и на меш прибавим резолюцию. Мало. Во. Так, здесь через Alt сделаем вдавки, как бы шишки наросты где-то тоже вдавим. Вон. Тут зубу дадим немножко массы. Тут тоже его под натянем. Верхнюю часть тоже поверх накидаем. Верхнюю часть. Верхнюю часть. Аккурушка тут тоже как бы волной делаем. Вот эти зубы тоже шишку можно какую-то накидать чуть поменьше. пас тут тоже накидать значит массы через alt где-то вдавить над зубами сделать вот эти вот эти шишки вот эту часть через alt гладить прям раз включаем видимость всех сопровождений сейчас определим что-то как ну принципе неплохо наверное вот эти вот зубы так вот эти так-то так теперь поднимаем мофта положим а вот эти зубы чуть-чуть как бы под углом ну вот дали ему год теперь об им добавляем так можно язык нарисовать и экстрактом давайте нарисуем так вот здесь можно еще на эту челюсть этот подъем сделать ну чтоб напоминало вроде как то что это челюсть вот так как раз здесь можно чуть-чуть вот так вот побольше сделать и чуть-чуть побольше уметь ну чтоб вроде как правда челюсть так а вот здесь здесь она напухшая так а здесь как бы вмятина во так оставляем сейчас пока нижнюю только часть нарисуем и язык так это значит control маскируем и делаем экстракт экстракт можно даже чуть-чуть потолще сразу делаем геометрия дай нам из резолюции чуть побольше подгадываем делаем дай нам из все выглаживаем вот так и нужно понять опа с двух сторон делалось не суть вопроса control w модифит ополучей дел хитом поднимаем язык так ну тут все попроще значит делим вот здесь делаем полосу делаем ну пока control и не надо и накидываем значит массы тут чуть-чуть боков шишка как бы было да делаем control и делаем плюс ним и сделаем скайл так снимаем маску и чуть-чуть все это дело значит выглаживаем так есть мягкие ткани короче это плашная шишка так и здесь вот ну для анимации в принципе вот этой нижней части не надо но здесь вот есть еще крепление вот это что-то в таком духе а здесь как бы побольше массы на краях так и уходят это все дело вот сюда так и но в топологи чуть-чуть надо его вот так вот растянуть как бы вот а здесь чуть побольше с плюсом то здесь чуть-чуть надуть а там уже прикрепляется он значит он туповатый должен такой вот быть и чуть волнистый так вот здесь вот перейти чуть-чуть значит может так положить через альт потонше сделать здесь чуть-чуть это ли не ли не идет еще когда он вот цепляется значит от этого неба ну вот вот эту часть можно сюда куда-нибудь ввести если вдруг я цеплять на будет подальше костями вот так и так получились вот такие вот челюсти собаки ну а тут немножко теперь доработок реалистичности более так посидеть все и можно вставлять в сам модель будет в описании если вдруг кому-то она для каких-то проектов качайте меняйте так я еще потом ее раскрашу в принципе раскрасить можете вы и сами ничего сложного текстуры находите в интернете и как в прошлых роликах я показывал оля улю гоните голубей так здесь чуть-чуть еще больше на вмятину на зубы на рост и ну да тут шишка такая отбивательная так а вот здесь я думаю здесь должно быть как бы поменьше вот этого всего ну да потому что они заходят надежно вверху одну и тут